друзья привет решила вам показать свои растюшки так это бересклет японский вот сажала в прошлом году и у него была макушка такая пёстра листая но она подмерзла я срезала но нормально молодые побеги есть немного но есть и вот только вот здесь вот с этой стороны я вижу немножко только пестренького вот с желтым так оно должно быть по идее не знаю половина куста так половина так может он какой-то привитый купили вот но что ребят хочу сказать что растет он не сильно может быть еще потому что меня здесь орех я вам сейчас покажу всю территорию занимает орех вот смотрите огромное дерево диаметре она практически на мой весь участок может быть поэтому она не пестролистая вот так показала вам бересклет бискус продолжает цвести но он цветет не обильно вот он выпускает несколько цветочков вот все видите вот это уже отцвел все он это сбросит вот вот новенький на гибискусти растут цветы на молодых побегах на старых как бы нет вот то что от новенькой он выпустил здесь будет свести а на старых только могут быть сами ветки вот вчера поливала ребят вот сегодня уже все сухо очень много тянет воды но вот заодно мои фикусы этот сейчас уже наверное 220 это вот так весной все обрезала был ровненький такой а сейчас уже все зарос но пока стричь не буду но только посмотрю если будут ветки толстые сильно топ стригу а так вообще наверное буду стричь в октябре уже в первых числах октября до домой заносить вот так пока стоит растет тоже вот это все вот видите вчера поливала сама лично со шланга правда утром сегодня второй день обед это считай полтора суток вот так ладно пошлите дальше покажу еще что-нибудь показываю ребят лимона но лимона сейчас все наконец-то цвели цвели наверное с января по июнь месяц вот и поэтому они разные есть какие-то плоды первые завязались видите сейчас 11 плодов висит не знаю сколько вытянет один случайно сбили вот поменьше вот еще поменьше вот еще поменьше вот еще есть ну и так они будут постепенно спеть если к новому году что-то поспеет будет хорошо очень долго они растут лимоны вот стоят такой огромной бочки пока на солнце и чувствует себя хорошо прям хорошо не горят вот единственное что не горит так это лимоны остальное все фикусы все убираю в такое где не постоянно солнце а это считай смотрит на южную сторону вот этот лимон просто как его стригу как живое дерево да такое ну просто декоративно вернее не живое декоративно ни разу не цвели это сажали с косточки так что не знаю может быть что-то не будет но папа предлагает пересадить вот уже горшок ломается побольше пересадим наверно в горшок надо грязь несколько приходит несколько раз пересаживать тогда якобы зацветет но не уверен это моя туя смарахт единственная выжила сажали несколько но сейчас уже ей годов четыре наверно пять вот она уже конечно такая более-менее дрюненько и почему-то она кустом у меня они это они то не одним стволом а вот который недавно стригла карагач смотрите ребята он зарос но такой хороший стал а вот это вот который показывала повредили и все он пропал обкашивали службы обкашивали не моя служба и там повредили ствол и все перебили не знаю может быть от корня что-то пойдет вот так вот опять надо стричь опять на днях буду стричь это моя любимая стена дома смотрите как она заплетается моя прелесть какая прелесть люблю я вот вроде такой переулок неказистый да такой а вот раз и дом заплелся мой дом моя крепость иду по нашу улица тоже у людей орех растет это молодой видать на решки и всякой вот ребят вот показываю и же малину в палисаднике очень много сохнет жара 40 хотя мы вот как бы и залили надо наверное каждый день поливать сейчас кое-что лишь не обрежу так да может быть сухие ветки чуть-чуть обдеру ну вообще вот начала я же малинку собирать как соберу покажу вам сколько было ну а пока вот такие вот джунгли это между домом есть конечно тень уже вот так немножко проведила вот листву чуть-чуть сухую обобрала но и ягода собрала полить тут полито ягода пока с одной стороны вот столько тут и все пока а это вид сейчас со второй стороны сейчас здесь тоже соберу все ягоды и немножко как говорится обрежу общеплю ну вот ребят собрали сейчас весили на весах бестары 2 килограмма 300 грамм ежемалинки ну хватит куда ну вот что хочу сказать если ежемалину регулярно поливать то получаются большие ягоды и она плодоносит намного дольше если не хватает влаги даже при обильном цветении ягоды получаются мелкие она начинает сбрасывать листья и в итоге как бы там даже засыхают она не вытягивает надо постоянно поливать прям заливать малинку вот ребят вот так